Декалу Гавайи Хоровая музыка – это вершина всего исполнительского искусства в мире. Вокал и ничего больше, и ничего выше. Каждый раз фестиваль отличается какой-то изюминкой. В этот раз он начался с гимна «Луговой», написанного Фёдором Троицким на слова Людмилы Шаминой. Под звуки музыки на экране мелькали кадры уголка, который стал для Троицкого местом, где проявились его таланты, организаторские способности, умение сплотить и объединить людей общей любовью к музыке. Он заряжал своей энергией всех. Во-первых, великолепный репертуар. Он даже в советское время пел церковные произведения. И вот сегодняшний день – это подтверждение того, что душа его и его плоды, потому что по плодам надо судить, они как бы живут и они дают свои всходы. Фёдор Троицкий окончил Московское государственное хоровое училище имени Свешникова, а в 1977 году – Институт культуры. В 1975-м организовал хор в ДК «Луговая» и был его руководителем на протяжении 34 лет. ПЕСНЯ Более 10 лет Фёдор Леонидович возглавлял хоровой отдел Московского областного дома народного творчества, который курировал все самодеятельные хоровые коллективы Московской области. Он внес огромный вклад в развитие любительского хорового искусства. В свет вышли четыре его сборника как композитора – «Россиюшка», «Рубеж», «Кругосветка», «К звездам». В память о Фёдоре Троицком родился Логнинский фестиваль хоровой музыки, инициатором которого стал Андрей Рязанцев, нынешний руководитель хора «Друг» и однокашник Фёдора по училищу. Эта дружба длилась более 40 лет. Идею поддержали директор ДК «Луговая» Елена Пимкина и Управление культуры города Логня во главе с бывшим в те годы начальником Тамарой Козловой. По традиции фестиваль делится на две группы выступающих. Первая категория – это друзья Троицкого. Те, которые с ним всю жизнь работали, его хорошо знали, которые продолжают те традиции творческие, какие он имел. А вторая часть – это приглашенные. Приглашенные должны были быть каждый раз новые из разных городов Московской области. Таким образом, каждый раз возникали новые совершенно интересные коллективы. За эти годы лобнинские любители музыки смогли познакомиться с 15 интересными коллективами, о которых раньше никогда не слышали. Из Дубны, Лыткарина, Сергиева, Посада, Орехова, Зуева, Дмитрова, Электростали, Пушкина, Черноголовки, Москвы. Ах ты, степший рома моя, Семь раздавая моя. На фестиваль памяти друга приехали хор храма Большое Вознесение из Москвы и его руководитель Игорь Черкашин. Академический хор ДК «Луговая» под руководством Андрея Рязанцева. Личный концертмейстер Федора, его друг, однокашник Валентин Василевский. Мужской вокальный ансамбль «Лыткаринские ребята» и академический хор ДК «Мир из Лыткарина» под руководством Георгия Миронова. «Отложив все зеленые заботы и усевшись на траву подвязь, Вы, поверьте, звучали не хуже, чем джаз, Мандолина, гитара и бас, Да-да, да-да, как джаз, Мандолина, гитара и бас, 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 бас». В этом году из приглашенных хоров на сцену вышли академический хор культурно-досугового центра «Гамма» из Черноголовки и лобнинские коллективы «Хор Академия», «Лобнинская школа искусств», «Женская хоровая капелла и легия» и «Хор ветеранов войны и труда ДК «Чайка». Из года в год эта память все более становится свежей, все более значимой, все более грандиозной. И этот фестиваль, он уже не городской фестиваль, он уже минимум областной. В программу фестиваля вошли народные песни, классика русская и зарубежная православная духовная музыка. А солист хора «Храма Большого Вознесения» Сергей Архангельский, кстати, ныне луговчанин, подарил женщинам, фестиваль проходил накануне 8 марта, песню Элвиса Пресли. Академическое хоровое пение, живой звук учат слушателей понимать и любить классическую музыку, которая является частью сокровищницы мировой художественной культуры. И ежегодно полный зал тому подтверждения. Люди приходят, которые не музыканты, но настолько они увлечены процессом, настолько они любят музыку, настолько им это нравится. Фестиваль в очередной раз стал гимном творчеству, которое украшает и облагораживает человека. Лариса Панина, Алексей Орлов, Александр Михайлов, Михаил Жуков. Телекомпания Лобня.